Погода продолжает испытывать Кубань на прочность. Холода, метели и гололёд пришли в регион надолго и уже стали причинами крупных ДТП и коммунальных аварий. Одно из поручений губернатора – создать в каждом муниципалитете оперативный штаб для координации работы коммунальных и дорожных служб. Необходимо мобилизовать все силы, уверен глава региона. Так, при расчистке снега, приоритет будет отдан дорогам, по которым ходит общественный транспорт, и подъездам к социальным объектам. Люди же не могут исходя из того, что пошел обильный снегопад и второй день он не прекращается, не ходить на работу. Не выходить из дома. Да, это можно, но это невозможно с точки зрения уже современной жизни человека. Значит, мы должны обеспечить нормальную жизнедеятельность края людей и в первую очередь, еще раз подчеркиваю, их безопасность. Даже невзирая на снегопад, гололед. Сегодня люди отказываются от своего личного автотранспорта и пересаживаются на общественный транспорт. И это нормально. Поэтому что здесь должна обеспечить власть, а особенно в муниципальных образованиях? То есть бесперебойную, качественную работу общественного транспорта. Это раз. Второе, я уже сказал, безусловно, приоритетная расчистка магистральных улиц. То есть вот тех улиц, по которым как раз и движется общественный транспорт. И, конечно, вот как добраться до остановок, как добраться в том числе до автовокзалов, до железнодорожных станций. Это вот это приоритетная расчистка. В том числе приоритетная расчистка – это дороги к социальным объектам, к больницам, поликлиникам, офисам врачевщей практики, школам, детским садам. Это тоже приоритетная расчистка. И вот здесь приоритет, конечно, власть должна расставить и максимально вот на эти направления навалиться. Прогнозы синоптиков на ближайшие дни не радуют. В Новороссийске из-за усиления ветра уже объявлено штормовое предупреждение. В Сочи ждут мокрые снегопады, которые могут обрывать линии электропередачи. В Анапе оперативный штаб, о создании которых говорил губернатор, уже есть. И он контролирует ситуацию. Прогноз неутешительный. То есть мы наблюдаем сохранение низких температур с усилением метров до 20-22 метров в секунду. И как было уже сказано, что ожидается сильная бора в районе Новороссийска. Это наши территории также попадают в район Сукой и Большого Утреша. То есть порывы ветра могут достигать до 30 метров в секунду. Кроме того, на этой неделе в Анапе ожидает дождь и мокрый снег. А после праздничных выходных – серьезное похолодание. До 15 градусов ниже нуля. При такой погоде возникнет еще один риск – ледостав. Спасатели напоминают, в это время выход на водоемы категорически запрещен. При температуре воды в 3-4 градуса шансы на спасение утопающего минимальны. Алексей Девейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.